Вечером 8 декабря 1963 года в одном из домов элитного района Лос-Анджелеса Бел-Эйр раздался телефонный звонок. Трубку сняла Нэнси, бывшая жена известного музыканта Фрэнка Синатры. Звонил менеджер ее сына Фрэнки. Парню было 19 лет, он пошел по стопам отца и уже пробовал себя в музыке. 8 декабря он с музыкальной группы должен был выступить в ночном клубе на озере Тахо. Что случилось? Почуяв недоброе, спросила Нэнси и в ответ услышала. Фрэнки похитили. Узнав страшную весть, Фрэнк Синатра сразу же связался с генеральным прокурором Робертом Кеннеди. Мы с этим разбираемся, 248 человек над этим уже работают, сказал генеральный прокурор, а несколько часов спустя перезвонил Синатре и поделился подробностями похищения. В 9 вечера накануне выступления в клубе сын Синатра и его друг музыкант оркестра Джон Фосс решили подкрепиться в гостиничном номере, в котором жили. Во время ужина в дверь постучали. Фрэнки открыл дверь и увидел направленный на него револьвер. Вооруженных было двое. Они забрали у парней кошельки, связали Джона Фоссу руки, а Фрэнки приказали надеть пальто и обуться. Когда Синатру младшего уводили из номера, он услышал, как один из мужчин сказал его другу, «Не шуми хотя бы 10 минут. Если мы не доберемся до Сакрамента, будут неприятности». Похитители позвонили Синатре старшему днем 9 декабря. Они сообщили, что с его сыном пока все в порядке, озвучили сумму выкупа и объяснили условия сделки. Свобода Фрэнки была оценена в 240 тысяч долларов. В Беверли-Хиллз друг семьи, он же президент городского национального банка Альфред Харт, уже был на готове. Он собрал деньги, которые требовали похитители. Это должны были быть мелкие использованные купюры. Весь день его люди фотографировали мятые деньги и складывали в большой чемодан. Затем, следуя указаниям злоумышленников, которые те давали по телефону, поколесив по разным районам Лос-Анджелеса, агент ФБР доставил выкуп в нужное место. В два часа ночи Фрэнк Синатра, как и требовали, в одиночестве отправился по указанному адресу забирать сына. Однако полчаса спустя Фрэнк вернулся домой один. Нэнси никогда не видел его таким. Знаменитый певец был уверен, что потерял сына навсегда. Вторая тягостная ночь подходила к концу, когда в двери дома Нэнси Синатра и окруженного толпой репортеров постучали. Нэнси открыла дверь и увидела сотрудника местной службы безопасности, который сказал, «Миссис Синатра, ваш мальчик у меня в багажнике, с ним все хорошо». В багажнике, куда, подъезжая к дому Нэнси, полицейский спрятал ее сына от назойливых репортеров, был живой Фрэнки. Он посмотрел на родителей и сказал, «Привет, мам!» «Привет, пап!» Теперь, когда Синатра-младший был дома, ФБР вплотную занялось поиском похитителей. Их арестовали по горячим следам. Организатор похищения Барри Киннон был почти ровесником Фрэнки Синатры. На момент преступления студенту Калифорнийского университета и однокласснику сестры Фрэнка-младшего было 23 года. Пару лет до громкого преступления организатором, которого он считается, Киннон был самым молодым членом фондовой биржи Лос-Анджелеса и очень обеспеченным человеком. Однако после травмы, полученной в автомобильной аварии, он остался без гроша и подсел на сильнодействующие болеутоляющие средства и транквилизаторы. В 1963-м Барри решил поправить свое финансовое положение, похитив сына известного певца. Чтобы исполнить задуманное, он нанял своего школьного друга Джо Амслера и бывшего парня его матери, Джона Ирвина. Узнав, что Фрэнк-младший после концерта на озере Тахо в Неваде собирается отправиться в Европу, Киннон решил не упускать шанса. В воскресенье 8 декабря 1963 года Киннон и Амслер проникли в гостиничный номер Фрэнка-младшего и, обнаружив его в компании с трубачом оркестра Джоном Фоссом, связали музыканта и посадили сенатору-младшего в свою машину. Как только Фосс сумел освободиться от веревки, он позвонил в полицию, однако похитители были уже далеко. Заставив Фрэнке выпить снотворное, они за 17 часов доехали из Невады в Лос-Анджелес и потребовали выкуп. Все вроде шло по намеченному плану, но когда Киннон и Амслер отправились за деньгами, их подельник Ирвин занервничал и неожиданно отпустил заложника. Фрэнке-сенатор отправился домой пешком и в Бейль-Эйр наткнулся на полицейского, который и отвез его родителям, спрятав от репортеров в багажнике. Получив выкуп, похитители решили спрятаться в Новом Орлеане, но по пути заехали к брату Ирвина, который сдал их властям. Суд над Кинноном и его подельниками начался 10 февраля 1964 года. Киннон уверял судью и присяжных, что преступление было мистификацией, рекламным трюком, согласованным с людьми, связанными с семьей Синатры. Эту версию ряд журналистов и биографов известного певца до сих пор не скидывает со счетов. Многие из них считают, что Синатра Джуниор предложил руку к собственному похищению, чтобы привлечь внимание к себе и не оставаться лишь тенью знаменитого отца. Синатре-старшему тоже пришлось отмываться от подозрения, что он был замешан в подстроенном ради раскрутки сына похищения. Однако то, что произошло дальше, подогрело подозрения тех, кто не верит в непричастность к случившемуся Синатре-старшего и младшего. Итак, суд счел уверение организатора преступления о том, что оно было подстроено сведомо членов семьи Синатра необоснованным. Джону Ирвину, который освободил заложника, дали 75 лет тюрьмы. Барри Киннан и Джо Амслер были приговорены к пожизненному сроку плюс 75 лет заключения. Но! Этот максимальный срок давал им право на тщательное психиатрическое обследование, которое выявило, что студент Калифорнийского университета Киннан и его подельники на момент похищения были психически невменяемы, не соответствовали профилю преступников и не имели преступного умысла. Этот вердикт судебных психиатров сократил срок тюремного заключения до 25 лет, но в итоге Амслер и Ирвин оба отсидели по 3,5 года, а Киннан 4 с небольшим. Он был освобожден из тюрьмы в 1968 году. Сразу занялся Риэл Эстейтом и, внимание, через 15 лет его состояние оценивалось уже в 17 миллионов долларов. После истории с похищением Фрэнк Синатра-младший сделал неплохую карьеру как певец, автор песен, дирижер и киноактер. Он скончался в 2016 году в возрасте 72 лет. Его похититель Барри Киннан умер в 82-летнем возрасте месяц назад, 13 ноября 2022. Вместе с ним умерла и тайна похищения Синатра-младшего.